Где-то с половины шестого и до половины девятого, самый час пик, у нас жители наших поселков и деревень пытаются уехать на работу в город. Не было нашего 108-го, который 6,59 из Октябрьского. Не было Песочинского, который без 10,7 из Песочного выходит. Не было Дючковского автобуса. На работу уехать возможности нет, а за постоянные опоздания – увольнение. С такой ситуацией столкнулись жители Ермакова, Октябрьского и соседних поселений Рыбинского района. Автобусы ходят по своему личному расписанию вместо установленного, а цена проезда каждый день меняется. Мы понять не можем, как мы ездим-то. Сегодня 6 рублей, завтра 12, потом 18. Если люди меняют. У каждого кондукта разворачиваются надо. Добраться из города не легче. Учителя из-за отсутствия некоторых рейсов не могут попасть в школу. Расписание уроков приходится менять буквально на ходу. У нас учителя могут приехать, дай бог, ко второму, к третьему уроку. Соответственно, школьный автобус у нас также курсирует ко второму, к третьему уроку. У нас сейчас сдвинулось все расписание школы, и мы теперь просто ноги опаздываем на дополнительные занятия в город. Чтобы разобраться в проблеме, в Ермаково приехали сотрудники областного департамента транспорта. Вместе с представителями районной администрации на собрании выслушали все мнения. Договор с перевозчиком по 108 маршруту из-за недобросовестного обслуживания расторгнут. Вместо него теперь курсирует 155-й К. Сейчас ведется поиск нового перевозчика. То есть, если выбор нового перевозчика – это как минимум три месяца и не раньше. Если возможны какие-то другие меры, и будет решение на эти другие меры, значит, будет, в принципе, изменение расписания мы будем уже осуществлять на этой неделе. Обсуждалась и ситуация в селе Забава. Там уже несколько лет нет официальной остановки. Водителям приходится нарушать правила, чтобы забрать пассажиров. В скором времени эта проблема должна разрешиться. Софья Кременецкая, Сергей Кордиенко. День в событиях. Мы выполняли с помощью других сериалов.